минуточку внимания хочу поставить вам бизнес нашей семьи наш бизнес это АЗС в городе Рыжевск здесь вы можете заправить свой автомобиль самым дешевым и качественным бензином заезжайте только к нам и заправлять всем приветствам и кириллов вы на канале кирилл ги мы сегодня мы играем девяночку на сермозинку реплей первый сермоник здесь кирилл путболь не забывайте вводить в них при инстрации и так сегодня у нас будет наконец-то новая серийка почему наконец-то потому что я наконец-то сниму сегодня видосы про квесты как вы знаете 13 часа добавили обновление и туда добавили квесты и сейчас мы будем в принципе их смотреть и выполнять давайте начнем квесты можно посмотреть на любом вокзале то есть в южном варзамасе батырево я выбрал батырево принципе здесь можно позвонить здесь вас просто приветствуется там объясняет немножко кое-что и все в принципе ничего такого здесь нету а нам нужно именно взять новое спецзадание здесь много спецзаданий на самом деле тюремные будни одолеть в драке заключенных 10 человек отправить на тот свет охранника тюрьмы а мне интересно дети охранники тюрьмы вообще находятся я их что-то там не видел заработать на русичках в тюрьме 50 тысяч сбежать из тюрьмы в принципе да вот такие вот задания есть их можно выполнять не по порядку но в основном эти квесты сделаны для новичков почему у вас будет адаптация если нужно собрать урожай развести ящики поднять ящики на работе водолазов получить права там всех категорий вот в принципе вот такого тема ну и купить новую одежду это уже квесты для новичков и вообще все квесты именно идут для новичков всего их 10 как бы штук а всего 49 квестов и 10 разных вариантов в течение труд устроиться на работу борщика улице и проехать кругов 5 штук устроиться работу водителя маршрутки и проехать кругов тоже 5 штук устроиться на работу механика ну принципе это будет обычно обучение для новичка конечно же опытный игрок который играет уже два года на мазинке ему это будет все понятно и он легко с этим справиться а вот и новичков это будет очень даже интересно и полезно ну что ж я думаю давайте начнем с адаптации в принципе соберем урожай на работе фермера 15 штук и развезем ящики в порту 50 штук как-то многовато конечно но я постараюсь это выполнить а насчет прав не знаю если у меня есть права не засчитает это или нет сейчас в принципе посмотрим так нажимаем начать в принципе вы уже выполните одно задание так это бах конечно я увидел многие такая тема есть так надо просто отказаться да принципе и просто еще раз согласиться взять новость без задания адаптация начать все теперь мы можем это все выполнить кстати видите вы вы выполнить час задания права категории bcd получены то есть у меня есть права и мне сразу это все зачитали осталось выполнить реквеста в адаптации и мне дадут очки за эти очки можно купить то что нельзя купить за на что-то короче эксклюзивное но я не знаю пока что что именно но мы это вместе я думаю узнаем и так короче я уже почти выполнен квест собрал 15 урожая щас несу последний вам дам немного подсказок что вам нужно будет делать вот и 15 короче урожая закончил сейчас мы их продадим в принципе снимаешь давать напишу ему да так короче свет вам во первых покупать две аптечки на всякий случай потому что комбайны иногда давят и из-за того что вы не хаваете у вас хп уходит поэтому советую всем аптечек купить потом ох ебать 50 тысяч заработал потратил я на это все час где-то собрать эти 15 урожая в принципе самое сложное это было то что комбайны есть отмешали ну а так в принципе нормально за час я справился в принципе я кстати убрал мод пакет ничего не произошло и у меня не крашла то например и так далее поэтому советую вам сделать то же самое ну что ж панали выполнять следующий квест и так я уже почти завершил квест 50 ящиков я уже в порту сейчас будет последний ящик буду вести короче здесь ничего сложного нету я справился буквально ну за минут 20 наверное максимум потому что здесь все очень быстро делается да эта машинка довольно таки странно управляется но думаю сложно вам здесь ничего не будет вот последний ящик я беру и везу это будет 50 ящик который я отвезу нужно как раз его 50 здесь мешает раньше только дальнобойщики это не очень таки мешают на самом деле поэтому я думаю трудностей вас здесь не будет и ну и также советую аптечки в принципе закупить хотя здесь они мне даже не понадобились принципе вот видите 50 из 50 а вы выполнили одно из заданий вашего квеста отлично сейчас посмотрим сколько мне заплатят кстати если у вас погрузчик сломается пишите просто он рент и берете другой просто там косарь а аренда стоит я думаю это довольно таки немного и нам заплатили 18000 принципе нормально все едем и так я на водолазах уже бегу отдавать последние ящики два ящика всего нужно было 10 это 5 заплыв короче вам нужно будет сделать потому что за один заплыв вы берете два ящика с принципе добежим я сдам эти ящики я не помню вроде бы последнее задание это надо будет еще скин купить если я не ошибаюсь сейчас в принципе мы это проверим так выполнить часть задания хорошо и так давайте я сдам работу так заработал и 11 тыс окей по моему последнее задание это по моему скин купить сейчас мы поедем посмотрим так вот я доехал вот эта тема короче давайте посмотрим что-то нас прогресс взять на так узнать ли из вас 5 очков узнать прогресс при задании окей так купить новую одежду осталось да и все в принципе и будет квест завершён ну что же давайте я наверно перелогнуть потому что мне скин так не хочется терять я сейчас релогнусь и потом короче положу в шкаф скин и возьму кин рыжика просто чтобы купить себе другой скин и выполнить это задание и так вот я уже подъезжаю к магазин одежду я взял скин рыжика в принципе дома у себя в шкафу свой скин положил потому что носкин довольно таки дорогой и хороший 100 тысяч стоит поэтому было бы жалко его потерять раз купим любой кин чтобы просто выполнить это задание кого нету домом пацан то я не знаю что вам делать в принципе если вы новичок то вообще борется надо потому что я думаю вы так и так хотели бы себе купить новый скин так давайте ну какой-то недорогое давайте вот этот выберем еще вы выполнили одно из заданий вашего квеста вы пополнили часть задания новая одежда приобретена окей заебись так поехали теперь на вокзал посмотрим что нам дали очки какие-то или нет потому что я не знаю кто там дается за это или нет или нужно именно все квест выполнить тогда мы сможем что-то получить за это сейчас мы на это посмотрим так вот я уже доехал в принципе давайте посмотрим что там же нам написано либо дали нам очки какие-то такой скинец я обычно купил просто недорогой чего это наше задание в принципе полностью вы так награда поздравляем вы успешно завершили квест адаптация и получили 10 спец очков так отлично мы получили каких-то 10 узнать количество спец очков 10 штук у нас принципе есть блин это очень круто и хотя не знаю что за них можно купить за эти очки в принципе мы упали квест адаптация так потом смотрим взять новое спецзадание какие у нас здесь выполнены видите у нас есть так учение труд окей здесь у нас нужно устроиться на работу борщиков улице проехать 5 кругов устроиться на работу водителя маршрутки проехать кругов 5 тоже устроиться на работу механика и почти 25 машин устроиться на работу развозчика товаров и развести товары 5 единиц устроиться работали бочкой прийти здесь здесь 5000 товар отвести так херня тоже и 10 кругов на рейсах для на бочку сделать. А вот именно вот это 5 кругов на бочках улиц, на маршрутке и 25 машин починить, это довольно-таки будет трудно. Но если вы, пацаны, хотите, пишите в комментариях. Я еще сниму отдельную серию, как я буду проходить вот эти квесты. Как бы все зависит только от вас. Но я показал в принципе, что можно сделать. Так, пора отдохнуть. Зать сперму 5 раз. Принять участие в пентболе 3 раза. Наловить рыбы 100 килограмм. Прыгнуть с парашюта 5 раз. Принять участие в забеге 5 раз. Ну блин, вот это уже будет трудно. Чем дальше, тем труднее, на самом деле, пацаны, квесты. Так, военная жизнь. Вступить в ряды военной. Ага. Так, убить ОПГ на территории ВЧ. Убить мафиози на территории ВЧ. Купить рецепт наружу Диггл. Получить военный билет. Ну, рецепт на Диггл у меня есть и военный билет тоже у меня есть, в принципе. В этом труда нет. А вот на ВЧ устроиться. Убить ОПЖника, я думаю, тоже это несложно будет. Убить мафиазника тоже, в принципе, несложно будет. Так, служу закону. Ну да, потом нужно будет перевестеть в ППС, там и так далее. Ну, прикольный квест. Мне, честно, понравилось. Как бы, есть и стимул работать. И мы бабок заработали где-то около наверное, около 80 тысяч. Я заработал, в принципе. Ну, сейчас икс-байс, и что. Поэтому, вот такие вот дела. Я наглядом показал, как это все выполняется, в принципе. Не показывал именно подробно, как я это делал. Просто, знаете, что на ферме у вас займет примерно час. Потом возить ящики займет у вас минут 20. И на возлазах, ну, минут 10-15. И всего у вас уйдет на все это, ну, час 45 минут примерно уйдет у вас на выполнение первого квеста. Все, на этом у меня все. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok